Всем привет, Оксана из Алабамы. Приветствую вас из субтропиков. Город Мобил, юг США, штат Алабама. Отцветают вечно зеленые камелии, которые цветут прекрасными цветами, похожие на розы или пионы. Сегодня я вам расскажу прекрасную историю, которая со мной недавно случилась, как я потеряла клиента из-за своей грубости. И покажу вам интересную территорию с кучей убитых мобилхоумов. Итак, друзья, рассказываю историю. Для тех, кто на канале недавно, я уже риэлтор ровно 5 лет, я работала в разных конторах. Для тех, кто не знает, когда вы читаете рекламу от какой-нибудь брокерской конторе по недвижимости, что нужны риэлторы, что вы заработаете 100 тысяч в год, это неправда. Потому что они хотят, чтобы вы записались на их классы, заплатили деньги, потом стали риэлтором. По статистике, после двух лет многие выбывают из этой профессии, потому что эти конторы не дают вам клиентов. И поэтому иногда клиентов берешь в каких-то соцсетей. Кто-то через фейсбук, кто-то через ютуб. В моем случае было через ютуб, но не так много, как бы мне хотелось. Я одно время платила сайту риэлтор.ком 300 долларов в месяц, но за полгода я никакую сделку не смогла закрыть. Не получилось у меня, хотя клиенты были, а мне потом передумывали купить дом. Дальше есть сайты, с которыми риэлтор заключает контракт, и они дают себе клиента. Если ты его раскручиваешь, и ты можешь закрыть сделку, то они снимают там 20-30% сайта, с которыми я стала работать, 35% еще моя брокерша. В общем, ты теряешь половину. И то есть на цифрах, так вот, когда кто-то смотрит на дом, который продал риэлтор, они думают, о, там такой дом. И, наверное, риэлтор там получил столько-то процентов. Но на самом деле риэлтор, скорее всего, от стоимости дома, если примерно, получил 2-3%, если повезло, 2-3%, и как риэлтор продаст покупателей, допустим. Плюс у него, значит, забрали комиссионный его брокер, и кто-то, кто ему дал этого клиента. То есть так тоже бывает. И, значит, на фейсбуке риэлторы ставят всякие там рекламные картинки, чтобы заманить людей. И так получилось, что я ставила одну картинку, со мной связалась здесь клиенты, которые не говорили по-английски. И так получалось, что когда я пришла показать им дом, который их заинтересовал, они использовали человека, своего родственника, там, дочь, как переводчика. И эти иностранцы, они говорили по-испански, ну, откуда-то из Южной Америки. Сначала там приходил муж, смотрелся, а в другой раз приехала жена. И что интересно, оказалось, что у них очень несколько детей, пять или шесть. И нужен был большой дом, но большой дом, который можно было бы починить. Потому что они хотели только брать за наличные, а не так, чтобы в кредит. И так, в общем, я хотела поделиться этой историей, как они на меня обиделись. Это очень важно понимать, что когда вы работаете с людьми, надо все... Ты, получается, все время ходишь, и если ты не думаешь, ты все время иногда ходишь, как вот по скорлупе, потому что ты можешь чьи-то чувства, так сказать, обскорбить. Вот. И иногда даже не ожидаешь этого. В общем, я не знаю, почему они со мной связались. Они могли взять испанноязычного риэлтора, загуглить, я не знаю, каким образом так получилось. То есть один из детей в них бегал по дому, задавал вопросы. Меня говорят, а это что, а это что. То есть дети говорили на английском и на испанском, а родителей нет. И то есть у меня сначала было терпение, потому что, ну, я не знаю, я люблю детей. И я там, я обняла ее и за ручку водила, что-то показывала. Но потом настал момент, когда было время уезжать. То есть мы стояли около машин, и отец стал задавать какие-то вопросы. И мне нужно было ему ответить конкретно, потому что я, с одной стороны, говорю ему, смотрю на него, а его дочь переводила. И, а тут вот эта вот малышка, да, а мама вот все время что-то мельтешила. И они ее никак не останавливали, не контролировали. Мол, типа, как там, иди сюда, там, ну. В общем, она начала мне задать какой-то вопрос, а это что, в общем. То есть, получается, она перебивает меня, перебивает там папу, и показывает на какой-то там забор, это что там, какую-то сторону там, и что это. Моя реакция была, я вот так вот на нее, вот так рукой, потому что я, я не знаю, что с моими детьми так, вот так вот на нее рукой сказала, стоп, стоп. Вот. То есть, и ее мама как увидела мое тогда поведение, она позвала ее, позвала других детей на там, на своем языке, они развернулись, садятся в машину. Вот. Я сначала не поняла, в чем дело, и, а потом муж тоже не сразу понял. В общем, потом она что-то ему сказала, они сели, в общем, наверное, с таким грубым риэлтором решили не работать. Но я, получается, убила от них три часа своей жизни, и, то есть, это урок, на все надо смотреть, как это урок, потому что все уроки должны сделать вас умнее и более, так сказать, помочь вам понять, над какими качествами вы должны работать. Так что, да, хотя я, наверное, не хотела обидеть никого, но так получилось. Поэтому имейте в виду, я не знаю, кто смотрит мой канал, потому что они подумывали в Америке стать риэлтором. То есть, здесь очень много историй в разделе дневник риэлтора, где я делюсь каким-то своим опытом, особенно своими, скажем так, проколами, потому что в нашей жизни были такие, что меня кидали, меня обманывали, меня обижали, у меня было такое чувство, что мне просто плюнули в душу. Вот, вот, ну, реально, да, и вот я была как в шоке. Но сам факт, что нужно, как говорится, встать, отряхнуться и идти дальше, потому что, как в любом бизнесе, потому что, когда ты риэлтор, ты сам на себя работаешь, ты как бизнесмен, понимаете, и ты свои должен там квитанции оставлять, потому что ты можешь что-то там списать с налогов в конце года. То есть ты работаешь сам на себя, налоги с тебя никто не вытаскивает, ты должен распределять свое время, свои финансы, знать, что ты заплатишь за рекламу, потому что контора, которой ты отстегиваешь брокерские проценты, ничего не делает для этого. Вот, вот такие дела. А сейчас я покажу вам очень интересную территорию. Вы знаете, у некоторых людей в Америке есть бизнес, когда они, например, какую-то курортную зону держат, да, курортную зону, типа там озеро, люди могут парковать свои RV, как автодома, и там жить, отдыхать, приезжать, то есть некоторые из Канады приезжают сюда на юг, в наш субтропический прекрасный климат, где теплая мягкая зима, где то ты в курточке, то ты в маечке, то ты в ботиночках, то ты в сандаликах зимой на юге Алабамы. И вот люди, некоторые, вот мы их называем сноуберд, они приезжают, пожилые люди, и здесь снимают зимой или недвижимость какую-то, или они просто живут в этих каких-то парках, в этих автодомах. И получается, что другой вариант бизнеса, когда человек не просто там, ну, взял территорию и все устроил, чтобы там ему автодома могли скидываться в месяц там по 300-500 баксов, а когда территория с мобилхом, мобилхомами, то есть как, ну, такие дешевые варианты домиков, да. И вот я смотрела, как-то недавно продавался один парк, то есть там полмиллиона и миллион стоит, получается, если человек покупает такую недвижимость, люди снимают в аренду эти дома, мобилхомы, и капает понемножку с каждого, допустим, 600-800 долларов, да, то есть зависит от, ну, настолько он большой. В последнее время подорожала аренда, и кусачие цены стали вообще на все, на недвижимость. И я как раз нашла одно место в интернете, там фотография озера. Но до озера мы не дошли, но озеро там есть, и 300 тысяч платят, просят за 30 цакров, там, значит, озеро, потом какой-то ручей, я вам это все покажу, и линии этих электрические, вот эти вот идут столбы, лес, и очень много просто убитых, убитых мобилхомов. Скорее всего, они продадут за низкую цену, не знаю, за 250, наверное, скинут, я так думаю. Ну, мы там с Сергеем полазили, посмотрели, я чуть, скажем так, у меня был клиент, я чуть не продала, но получается все эти мобилхомы надо будет убирать, и забрать, вытащить на свалку, это где-то 4 тысячи стоит. То есть, ты только 40 тысяч, если там 10 этих убитых мобилхом домов, ты только 40 тысяч потратишь на то, чтобы вывезти этот мусор. Хотя некоторые разбирают и отвозят на склад, где принимают железо. Но самый интересный факт, что там эти вот столбы сделаны, газ везде подведен, то есть, в принципе, если отремонтировать, сделать там въезд, дорогу, парковку, то это будет прибыльный бизнес, когда человек просто собирает дань, но чтобы эту дань собирать, надо выложиться. А так это парк мертвых мобилхомов. Очень необычно, я не видела такого никогда. Напишите, видели ли вы что-либо подобное. В общем, вот такая у вас интересная экскурсия. Приезжайте в Алабаму, купите у меня дом или участок земли. У нас здесь прекрасно, тепло. Вы сможете осуществить свою мечту купить дом с Оксаной Алабамой. Иногда земля продается, огромные, много акров, лес, озеро, на которых когда-то был бизнес с вот этими мобилдомами. Несколько иногда могут продаваться, и надо их всех убирать и ставить новые. То есть, получается, что некоторые люди вот рассматривают такой вариант, как заработка, пенсии, когда они вложили в несколько домов, которые потом сдаются в аренду. А старые вот так вот торчат, ржавые, прохудившиеся. Там нет электричества, никто не живет, даже бомжи. То есть, вот так можно увидеть, что когда-то здесь кипела жизнь. даже какой-то грузовик в земле застрявший. Эти съемки я делаю в начале декабря и показываю вам, как выглядит трава. Трава не растет зимой в субтропиках, такая вся пожухлая выглядит. А так, а летом тут стригут траву. Здесь получаете действительно реально лес. Могут быть даже и животные какие-то. Разумеется, я здесь не одна, а Серега. Я приехала на разведку еще раз и снять видеоролик. Шикарная территория. Смотри, как ты хорошо смотришься в этих майках. Я люблю, когда ты в этих майках. Да, что вы говорите. Смотри, где-то. Нет, начну я с этого. Прикольно, да? Я заметила, что здесь не только мобилхомы были, но еще и вот стоит какой-то старый RV, то есть или кемпер. Серега помог мне сюда забраться, потому что, вы знаете, все эти мобилхомы, они вот такие. Их поставили и здесь, по идее, должно быть крыльцо. Но крыльца нет. И видите, тут все заросло. То есть, прежде чем ты его вытащишь, увезешь на свалку, здесь очень много деревьев, надо их как-то пилить, вырубать. И хотел вам показать, в каком они состоянии. Видите, у некоторых даже крыша не течет. Интересно, конечно. Крыша не текла. крыша не течет. Но вообще, мобилдома очень быстро приходит в негодность. И обычно, если человек покупает, потом очень сложно перепродать и взять ипотеку. Вот, видите, тут как кондиционер был сразу видно. Дырки, пола. Вот комната, видите, крыша не течет. Крыша не течет, пол, причем по углам почему-то накекали всякие, наверное, крысы, мыши. то есть это все сдавалось в аренду. У нас же осталась какая-то там посуда, утварь. Видно, что там протекала под раковиной. Все просело. Здесь гниль, то есть кондиционерной фигни не вижу. Смотрите, тут была дверь и растение залезает в дом. О, это была мастер спальня. И вон крыски сюда залегают оттуда. Вот так. То есть по идее это все можно, я не знаю, кто-то будет ремонтировать, это все можно выкинуть и металл свести, сдать. Вот как это выглядит все под домом. Здесь как бы обрыв. Там где-то озеро, вот этот ручеек. наверняк. Наверное, рыбу можно ловить. Нашла ванну в лицу. быстро написали вау, 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 вау. Прикольно. Я говорю, Серега, поедем, контент запилим, что у нас можно купить в заброшенный мобилхом парк. Это что, это все металл? Да, это все металл. вон там какие-то тоже трубы. И груда кирпичей. Вау. Знаете, тут приятно находиться все равно, несмотря на то, что все заброшено. Получается, я гуляю по лесу, гуляешь по лесу. Здесь какой-то старинный для инструмента был ящик, колеса, да уж. Ну, такое бывает, когда лес с убитым мобилхом парком. Я хочу показать вам интересный моментик. вот здесь живут армадилла, это точно. Они делают вот эти вот дыры в земле носом. Они питаются определенным видом насекомых. Американцы ненавидят их, у них в дворах образуются эти норки. То есть там никто не живет. Это армадилла делает носом такие дырочки. А что осталось за кадром? Я здесь нашла кое-что интересное. Какой-то гриб непонятный. Давайте посмотрим. на нем какие-то мошки. Как будто был какой-то инопланетный корабль. Смотрите. Видали такое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok